Владимир Путин накануне вечером приехал в свой штаб, где встретился с сотрудниками и волонтёрами. Президент поблагодарил их за помощь и заявил, что и дальше рассчитывает на поддержку. Спасибо вам, конечно, не только за эти аплодисменты, хотя это всегда приятно, но спасибо вам за работу совместную, она была непростой, во всяком случае условия были сложные. И вы знаете, что я хотел бы сказать ещё, я повторю другим коллегам, при всех составляющих всегда очень важно уметь найти контакт с людьми, сделать так, чтобы люди вам поверили, чтобы люди чувствовали искренность, чтобы люди чувствовали, что всё, что вы говорите, идёт от души. Искренне. Вот это чрезвычайно важная вещь – доверие. И вам это удалось. Так что вот сейчас я был на площади, и прямо с площади один мужчина крикнул «Мы ваша команда», а я сказал «А я член нашей общей команды». Вот я могу и вам сказать, считаю, что мы все одна большая команда, причём не только представленная здесь или на площади, в Москве в целом, по всей стране, имею в виду всех людей, которые проголосовали сегодня, и в результате позиций которых получился вот этот, так скажем, очень достойный результат. Большое вам спасибо. Я хочу вас ещё раз поблагодарить. И в завершение вот что сказать. Для нас очень важно, я тоже рассчитываю здесь и на вашу работу, на дальнейшую, важно, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим. Важно, чтобы вот это единение, которое наблюдается в стране, чтобы оно сохранялось, и при решении сложных, может быть, может быть, даже спорных, но обязательных для страны решений. Нам нужно совершить, вот это я говорил не для красного словца, вот в послании, нам нужен решительный рывок вперёд в развитии. Мы можем это сделать. Мы достигли такого уровня, когда мы можем сделать этот рывок действительно. Раньше и невозможно было, я уж не хочу переходить в производственное совещание, но при прежней инфляции, там, в 20 процентов, это было невозможно. А сейчас это возможно. И мы должны воспользоваться исторической возможностью, мы должны воспользоваться нашими достижениями во всех областях для того, чтобы это сделать. Но, конечно, нужно, чтобы люди понимали, что мы делаем. А в этом смысле вот помощь таких людей, как вы, очень важна. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Поздравить вас и поблагодарить заказанную честь. Для нас огромная честь была представлять вас и быть доверенными лицами. Спасибо. Спасибо. Для меня тоже большая честь было внимать, чувствовать, что такие вот симпатичные, и такие вот умудрённые опытом в то же время. И на нас посмотрите. Я на вас смогу уже в течение нескольких мест. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Маленькая просьба от волонтёров. Владимир Владимирович, у нас тут есть волонтёры избирательного штаба. Юль, давай начнём. У нас есть одна просьба, сейчас Юля её озвучит. Владимир Владимирович, спасибо вам огромное. Благодаря вам объединилось свыше 23 тысяч неравнодушных волонтёров, которые действительно верят в вас, действительно доверяют, действительно готовы брать на себя ответственность за будущее страны. Спасибо. Знаете, мы так классно сдружились за это всё время, и нам очень хочется продолжить свою деятельность. И у нас зародилась идея сделать проект «Наши победы». Просто у нас действительно очень много новых достижений в России, но, к сожалению, далеко не все жители нашей страны об этом знают. И мы хотели бы рассказывать всем гражданам... Это очень важно. Да, и мы хотели бы... Не бахвалиться, а вот именно показывать результат. Да, поэтому мы очень хотели бы... Чтобы побуждать к новым победам. Это точно абсолютно важно. Да, потому что вот с таких маленьких побед каждого нашего волонтёра, каждого здесь присутствующего, строится наше будущее. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Вадим Владимирович. Мы поддерживаем нас в наш проект. Да, и мы поддерживаем. Мы обязательно договоримся с вами о форме организации. Хорошо. Владимир Владимирович, помните, когда вы открывали наш избирательный штаб, вы на нашей доске пожеланий оставили своё пожелание. Вот сегодня, в этот вот важный для нас день, в эту общую для нас победу, мне кажется, было бы очень символично оставить победную подпись вот здесь. И у нас сейчас автограф, благотуры. Ставьте ручку президенту. Утверждайте. У вас красивый почерк. Спасибо. Ну, первое, что не всё. Вот всё, что происходит сегодня, завтра, уже будет история. Вот одним из доверенных лиц ваших была Ирина Великанова. Она директор Музея современной истории России. И она у нас попросила какой-то экспонат, который мы можем отдать, чтобы в Музее современной истории осталась память о вот этом вот событии важным для нас и для истории нашей страны событиям. У нас есть жилетка волонтёра штаба. Мне кажется, что если бы вы тоже поставили вашу подпись, эта жилетка стала бы намного ценнее. И осталась бы память об этих событиях, которые действительно изменят нашу страну. Ну, конечно. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Полковник Воронец Викторий Николаевич, ваше доверенное лицо. Владимир Владимирович, мне как никогда работало слегка в армии, потому что мне не надо было агитировать военных людей. Они вместе с вами. Они сказали, что будут всегда в нашем общем окопе, товарищ Верховный Главкомандующий. Позвольте поздравить вас. Просили передать. Поздравим все вместе. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что вы должны быть довольны тем, что сделано по линии обеспечения безопасности. Безусловно. Это широчайший шаг. Все время критиковал Москву. Владимир Владимирович, но и офицеры своих не бросают. Так что просили передать люди. Спасибо. Очень серьезно сделан шаг вперед. Одно пожелание. Я знаю, как армия голосовала. Я уже знаю, как армия голосовала. Народ говорит, вот так бы, как армия, еще экономику. Владимир Владимирович, давайте вместе это сделаем. Смотрите. Значит, первая часть, мы скажем, гражданская часть. Мы на ней работали почти год. И вот если посмотреть внимательно. Вот мы, я там говорил, блоками. Но они чрезвычайно важны. Но чтобы добиться результата по этим блокам, нужно очень много совместно, напряженно работать. Причем нужно будет преодолевать некоторые барьеры, которые нарастали на протяжении многих-многих лет. И вот для этого точно совершенно нам нужно несколько вещей сделать. Нам нужно, чтобы все наши действия были понятны людям, прозрачны. И чтобы на основе этой прозрачности и понимания того, что мы делаем, возникала консолидация при решении этих непростых вопросов. Это чрезвычайно важная вещь. И я не случайно сказал, очень рассчитываю на то, что все политические силы будут руководствоваться не клановыми, не партийными интересами, не групповыми, а общенациональными. Вот это вот очень важно. Ну, меня не обижайтесь. Владимир Владимирович, фотографируйте. Можно есть фотография победная, фотография. Она была честная. Я думал, что уже не работаем в «Комсомольской правде», а вы меня доверены в лицо. А давайте мы... А сестра работы не зависит. Зависит от позиций граждан. Ну, спасибо вам. А как мы с вами? А вот сейчас мы все станем, а мы вам скажем так. Вот красивые девочки. Самыми красивыми девочками. Давайте чуть-чуть. Не поместимся. Спасибо. 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 Спасибо.